Казанская модель ООН В императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие казанской модели организации объединенных наций. Уже шестой год подряд Институт международных отношений выступает организатором этого мероприятия и дает возможность студентам из разных стран поучаствовать в дебатах, отстаивая интересы своего государства. Сейчас, конечно, очень большой интерес к международной политике и к повестке ООН. И, конечно, если брать годы основания ООН, и сейчас повестка ООН очень широкая. Вопросы от экологии, продовольственной безопасности, вопросов миграции, прав человека. Сейчас в ООН есть отдельный институт Уполномоченного по правам молодежи. И среди задач Уполномоченного очень много вопросов, касаемых интеграции, вовлечения молодежи на разных уровнях. Также это мероприятие не остается без внимания реальных политических деятелей. Ежегодно его посещают консулы суверенных государств. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья и гости мероприятия. Пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы сообщить вам, что 22-24 марта текущего года штаб-квартира ООН в Нью-Йорке проходила вводная конференция. На ней всеми странами-членами и специализированными учреждениями ООН с участием авторитетных спикеров рассматривались вопросы объединения мира на пути к цели устойчивого развития до 2030 года через сохранение водных ресурсов, значения морей и океанов, благополучия нашей планеты и глобальной инициативы в этом направлении. Казанская модель ООН – это совокупность ролевой игры и научной международной конференции. Главная цель мероприятия – воссоздать работу шести комитетов, работающих на трех языках, которые на самом деле входят в состав ООН. На открытии модели с приветственным словом выступил ведущий эксперт Российской ассоциации содействия ООН, руководитель проектов Московского государственного института международных отношений Фарида Гафарова. За шесть лет мы старались приглашать сюда не только опытных дипломатов в качестве спикеров, но и состоявшихся экспертов в сфере ведения переговоров по публичным выступлениям, ораторскому мастерству. И, конечно, мы привлекали опытных делегатов и опытных организаторов модели ООН МГИМО-университета. Мы считаем, что эта практика полезна обеим сторонам с точки зрения обмена опытом и с точки зрения применения различных практик и традиций. По итогам четырех дней студентам предстоит подписать резолюцию, которая станет компромиссом для всех шести комитетов. Это поможет участникам обрести опыт ведения переговоров и дискуссий. А проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев подчеркнул, что это отличная возможность для старта в политической карьере. Анастасия Уткина, Александр Кузнецов, Универньюз.